Так, сейчас ты что-то мне такое. Все, дружище Словолюб. Ну, вот тема, которую как раз мы задали на сегодня, ты задал, да, и мы можем ее обсудить, попросим тебя это сделать, это тема, которая называется «Суррогат любви». Что мы принимаем за любовь, где мы себя обманываем и как это влияет на нас самих? Такой вот, наверное, вопрос. Ну, тебе слово. Да, ну, что, очень классно, вот очень верно так в самую точку сказано, да, «Суррогат любви» прям очень-очень-очень так отображает эту тему, тему обширная, да. Ну, давайте так вот очертим и постепенно будем в нее погружаться, да, вот, значит, ну, начинаем. Итак, хорошо. Здравия всем, кто меня слышит. Хорошего вечера или кто в записи будет слушать, то дня, ласкового солнца и, соответственно, будем говорить о суррогатах любви. Итак, если мы говорим с точки зрения любомудрия, да, помним, что такое любомудрие. Любомудрие – это славянская традиция, славянская система знаний, практик, сил, любви, отношений и целительства, да. Если мы вот с этой точки зрения смотрим, то, соответственно, что во главе угла стоит, во главе угла, да, во главе угла, ну, короче, в основе, вот. В основе всей нашей жизни, соответственно, стоят, что? Отношения. Отношения – это фактически вся наша жизнь. Вся наша жизнь складывается из отношений. То есть, когда мы в утробе матери, уже у нас отношения и с матерью, и с отцом, и еще, может быть, с кем-то, да. Когда уже рождаемся, то, опять же, отношения у нас появляются еще с многими-многими-многими людьми, вот. И так на протяжении всей жизни. То есть, мы взаимодействуем с собой, с миром, с окружающими, с семьей. Ну, и, соответственно, это взаимодействие происходит на основе каких-то сценариев. Эти сценарии какие-то где-то прописываются в детстве, где-то прописываются из прошлых жизней. Где-то прописываются нашими целями, да. Вот это будем разбирать сегодня. Потому что очень часто мы это путаем. Путаем что? Подменяем чем-то другим. Даже если мы закроемся, где-то пойдем в лес, в пещеру, в отшельничество, все равно у нас будут отношения с пространством, возможно, с комарами, возможно, с землей, с растениями, ну и с собой так или иначе будут отношения. От себя не спрячешься, соответственно, это фактически как бы начинается все с того сценария, как мы относимся, какие у нас отношения с самим собой. Вот. Как мы с собой взаимодействуем, так и дальше этот сценарий разворачивается дальше, дальше, дальше. Если мы проследим, соответственно, все наши отношения, там, будь то с соседями, с начальством, с подчиненными, с кем бы там ни было, то мы увидим, что все эти отношения вот идут по фактически одному и тому же сценарию. Просто чем дальше отношения, чем они какие-то такие мимолетние, да, то тем они как бы более такие разжиженные, да, что ли, вот так скажем. Тем больше мы можем прятаться за какими-то масками, изображать, что нам хорошо, когда нам нехорошо, или просто не обратить на что-то внимание, как бы, ну, потому что это неважно, это вроде бы там минутное дело, там где-то мы знаем, что все, вот это прошло и все, и как бы и нет у этого человека, мы разошлись, да, вот. Чем больше мы, соответственно, смотрим на отношения, которые более длительные, да, тем более концентрировано вот эти сценарии будут проявляться. Наиболее концентрированные они проявляются, соответственно, в отношениях в паре, ну, и вот, соответственно, самим собой. Самим собой у нас как-то не видно обычно, очень часто мы не обращаем на это внимания, да, вот, или даже нам кажется, что это прекрасно, когда мы себя критикуем, когда мы себя как-то толкаем куда-то, к чему-то мотивируем, в чем-то, да, а, возможно, мы мотивируем вообще не в ту сторону, вообще не к нашим желаниям, а к каким-то чужим желаниям, к каким-то чужим шаблонам, да, вот. То есть мы в отношениях сами с собой можем воспринимать прямо наоборот то, что явно, ну, никак не лезет ни в какие ворота, да, мы можем воспринимать, как, ну, какие-то ценностные отношения, вот. Вот, а вот когда вот точно так же к нам начинают проявлять себя, там, наш партнер, да, муж, жена или, там, ну, близкие люди, да, тут мы удивляемся, откуда, почему, почему на нас сыплются какие-то критика, там, претензии, там, и так дальше, да, вот. А все начинается с себя, все начинается, как мы себя воспринимаем, как мы себя критикуем, как мы к себе претензии, вот, предъявляем, да, вот. О критиканстве это вообще отдельная тема, очень часто мы носим прям такую программу в себе притягивания критикантов, вот. Я когда-то это воспринимал, ну, как бы мне не то, что нравилось, но я это старался использовать конструктивно, то есть я говорил так, что для того, чтобы, ну, как-то получить объективную оценку того, что я делаю, как я делаю, да, я выслушаю критику окружающих людей, вот. И таким образом я притягивал огромное количество критиканов, выслушивал вот эту критику, претензии, я это выслушивал просто спокойно, анализируя и делая выводы, да. Однако потом в какой-то момент времени, вот мне надоело это, я подумал, подожди, а зачем, зачем, почему именно в таком вот форме, в таком формате, да, в таком шаблоне я принимаю объективную оценку окружающих людей. Ну, люди могут не критиковать меня, да, а наоборот подчеркивать то, что у меня хорошо получается, ну, подбрасывать какие-то советы, так, мимолетно, да, нежно, скажем так, да, вот. И, соответственно, я сделал так, опа, все, из моей жизни ушла всякая критика, всякие критиканы, все, обломались все критиканы. И реально из моей жизни просто вот ряд людей, которые были в моей жизни, был у меня такой друг известной национальности, который вообще говорил, что я единственный человек, который может его выслушать до конца. После этого он просто пропал из моей жизни, все, вот, то есть, ну, как-то так, вот. И неинтересно, я даже потом хотел его найти и не мог найти, ни его телефона, телефон, номер телефона пропал, все, вот, я не мог к нему в соцсетях достучаться, вот, просто, просто, мы как бы, как будто на разных планетах. Однако, каждое желание должно быть реализовано. Такого, опять же, один из принципов Вселенной. И я так хотел его снова встретить, что просто однажды я шел по городу, и в центре города мы просто встретились лоб в лоб. И говорю, ну что, пошли чайку попьем? Он, да, ну хорошо, идем. Вот, пошли мы сели, значит, в эту, у нас это цукерня называется, ну, конфетница. Значит, чаечек, тортик, посидели, пообщались. Я понял, что неинтересно, вот, просто неинтересно и все. Вот, и так и дальше не общаемся. Вот, соответственно, вот здесь одна из ключевых точек, да, интересно или неинтересно, что вам приносит общение, что вам приносят те или другие отношения. Вот это такой вот триггер, такой вот очень важный момент, вот, который нужно отслеживать постоянно. Вот, вы себя спрашиваете, что мне эти отношения приносят, насколько они меня наполняют, чем они наполняют меня, что они мне дают, и подходит ли это мне, насколько это мне нравится, да. Ну, и обычно я всем рекомендую, чтобы выбирать, сепарировать, вот, фильтровать отношения, да, отсеивать те отношения, которые вас разрушают, которые вас наполняют чем-то неприятным, да. какой-то кислотой, желчью там и так дальше, вот. И наоборот привлекать к себе людей отношения, которые вас наполняют счастьем, радостью, любовью и так дальше. Почему? Да потому что, опять же, ну, кто-то слышал про прошлые встречи, кто-то нет, потому что такова природа жизни, такова природа нашей, нашей души, нашего тела. Для нас естественными состояниями души и тела являются любовь, радость, удовольствие, наслаждение и так далее, и так далее, и так далее. Это, вот, как хотите, так воспринимайте, это реальность бытия. Это уже доказано, ну, и современной наукой, и психологией, медициной. То есть, если человек, вот, пребывает в этих состояниях, он здоров и долго живет, и хорошо выглядит, вот, и дольше сохраняет свою молодость. А чем больше, вот, каких-то, я говорю, это ненастоящие эмоции, ненастоящие состояния, гнев, злость, обида, раздражение и так далее. Почему ненастоящие? Потому что все эти эмоции, все эти состояния являются следствием какого-то напряжения, какого-то блока в энергетических каналах. Когда все энергетические каналы спокойно, легко функционируют, как надо, тогда мы пребываем в любви, радости, наслаждении и блаженстве. Вот. Соответственно, нужно постоянно, постоянно вот-вот себя спрашивать, что мне дают эти отношения, чем они меня наполняют. И, соответственно, дальше уже делать выводы. Какие выводы, да? Вот. Ну, опять же, давайте вернемся к основоположному. Если мы говорим про отношения в любви, то что такое любовь? Любовь – это базовая, это фундаментальная энергия Вселенной, которая вот-вот, если мы ее убираем, то не будет… Это никакая не эзотерика, это не какая-то там сказки, мифы и так дальше. Это, ну, скажем так, обыкновенная физика. Это вот-вот материализм, ну, как выразиться, ну, как структура Вселенной, как она строится. Если вы уберете эту энергию, вот, которая притягивает противоположности, которые одновременно схожи, да, и одновременно противоположны по заряду плюс и минус, да, вот, как мужчина и женщина, вот они должны соответствовать друг другу, вот про соответствование мы чуть позже поговорим, вот как две руки, вот-вот мои две руки, да, они одинаковые, правда ведь? Они две мои, они две одинаковые, однако они противоположны, они прямо противоположны. То есть они одновременно и соответствуют друг другу, схожи, и одновременно они, вот, противоположны по знаку, скажем так. Вот, так и в отношениях, да, и так во всей Вселенной. Уберете эту энергию, вот, любовь – это энергия, которая, вот, соединяет эти противоположности, схожие. Убираете, и все, нету ни одной молекулы, ни одного атома, все просто рассыпается, все, нету материи вообще, вот. Соответственно, вот, любовь – это энергия, которая структурирует Вселенную, структурирует материю, структурирует жизнь, которая порождает жизнь, да, это материя, которая соединяет. Вот, вы ощущаете любовь, значит, вы соединены с кем-то, вы вот-вот едины в чем-то, да. Вы ощущаете любовь к миру, значит, вот вы вот-вот соединены, ну, по крайней мере, с каким-то аспектом этого мира, да, вот. То есть любовь соединяет, соединяет, любовь притягивает, объединяет, вот. Ну, и порождает, соответственно. И, соответственно, дальше. Если же нету любви, то что тогда? Это, естественно, состояние души и тела, да. То есть, ну, вот мы как электрическая какая-то система, да, как гирлянда, вот представьте себе, что вот эти чары или чакры, по индийской традиции, да, это чары вот как гирлянда лампочек, да. И если есть гирлянда, она должна светиться, она должна гореть. Это ее естественное природное состояние. И ваше естественное природное состояние – это, соответственно, когда вы светитесь, когда вы горите, как елка новогодняя, вот светитесь, все на всех уровнях просто. Вот, тогда, соответственно, вот вы, ну, живете тогда. Тогда это и есть жизнь. Все остальное – это уже не жизнь, это уже наполовинку. Или какой-то заменитель, ну, суррогат жизни, да, иллюзия, что вот эта жизнь. Ну, как бы, мы как будто играем, мы изображаем, что мы живем, да, однако это, ну, не совсем так, потому что либо вы светитесь, либо вы не светитесь. То есть, нормально ваше состояние, чтобы вы светились. Если какая-то лампочка где-то не горит, значит, соответственно, вот, ну, уже система работает неправильно. И она пытается, вот, каждая система стремится к самовосстановлению. Если мы говорим про живую систему, да, биологическую, она стремится к самовосстановлению, к генерации. И, соответственно, вот, вот, если где-то не горит, система пытается это как-то компенсировать. И если не получается, вот, она пытается, а, ну, а вы привыкли уже, что она не горит, да, или вам рассказали, что это нормально, когда оно вот не горит. Я реально слышал от таких довольно высокодуховных людей, магические, эзотерические, подкованных, развитых, сильных. Я реально слышал такие высказывания, что, о, ну, а как это жить с открытым сердцем? Это же опасно, короче, не, это нужно закрываться, защищаться, там, вот, вот, вот так, да. Это неестественно, понимаете? То есть, если так человек говорит, да, да еще при таком уровне подкованности, да, то, ну, я смотрю, и мне просто, ну, плакать хочется, потому что это просто проявление тех душевных болей, тех душевных ран, которые тот человек просто пережил в своей жизни, вот, вот, ну, по-другому не скажешь, да, вот. Однако, пока он сам все-таки вот, ну, не решит, что я все-таки хочу жить в любви, я хочу, чтобы эта лампочка горела, пока он сам этого не решит, то, соответственно, вот, вот, ну, ничего не произойдет тогда, вот. И, соответственно, тогда что происходит? Тогда мы как-то компенсируем уже, ну, чем-то другим, заменителем каким-то, суррогатом, вот. И, соответственно, если нет любви, то что-то ее заменяет, да, или сам человек ищет чем заменить, да, вот. Вот, а если человек уже забыл, как это, вот, нормальное, естественное состояние забыл, да, и что, и как, как он может, вот, как он может хотеть клубнику, если он не знает, что это такое на вкус, да, нужно сперва довериться кому-то, кто говорит, это вкусно, на, попробуй, да, он сперва доверяется, пробует, и тогда говорит, да, ой, это действительно вкусно, а как это называется, а это клубника, да, вот, тут точно так же он должен кому-то довериться, чтобы кто-то напомнил, возродил вот это естественное состояние души в нем, да, и тогда он говорит, ой, я чувствую это классно, ой, это классно, в это такое состояние, что это? О, это любовь, дорогой мой, это приятно, да, вот. И, вот, если он не доверяется, сердце закрыто, он боится, то, соответственно, очень часто идет вот именно вот эти суррогаты какие-то, да, ну, три самых главных варианта, там, либо это зависимости какие-то, да, та же алкогольная зависимость, никотиновая зависимость, там, от еды зависимость, пожрать, да, там, вот, от пуза там навалиться, так вот, чтобы прям подступала под горло, да, и вся кровь, и человек расслабляется уже, а, говорит, я расслаблен, да, то есть это заменитель, точно так же курение, человек не будет курить, если он реально счастлив, ну, может, в принципе, он забыться, да, и там какое-то время, как бы, как по инерции за компанию, как-то там с кем-то, где-то, ну, покурил, да, ну, где-то вспомнилось прошлое, там, темное, старое, да, вот. Вот, однако потом он возвращается в состояние счастья, в нормальное, естественное состояние, в равновешенное, и просто понимает, что курить не хочется, все, оно просто ушло, просто хотелось, а тут не хочется, просто не хочется, и все, вот. Вот в этом-то и дело, вот, вот все эти зависимости, они вот именно отсюда, и тогда мы спрашиваем, опять же, такая точка ключевая анализа, да, мы спрашиваем, а что такого вот важного не происходит в жизни человека, что он заменяет вот этой зависимостью, будь то алкоголь, никотин, я не знаю, там, телесериалы, или какой-то человек, то есть, когда мы зависим от кого-то, да, не представляем себе просто, не представляем, как это, как это, я буду без этого человека, как это, я буду без этого человека, как, 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 нормально, как, если все лампочки светятся, то тогда вот это, я свечусь, это, это не дело в ком-то, это во мне внутри, и если во мне это светится, тогда, ну, другие люди уже хотят быть со мной, то есть, вопрос в том, чтобы я светился, и тогда вот уже я не завишу от кого-то, чего-то, каких-то, я не знаю, там, материальных или психологических вещей, которые нужны мне для того, чтобы я ощущал себя как бы счастливым, да, как бы в любви, вот, не, а мне так классно, все, мне классно, вот, сам с собой, да, я смотрю на себя и понимаю, что мне классно, я просто, просто живу, просто иду с драйвом по жизни, вот, ну, это немножко отличается, у женщин это жизнь в наслаждении, а у мужчин это с драйвом по жизни, вот, это вот, вот, секрет горения, вот, вот, это женский огонек, он немножко отличается от мужского огня, вот, и когда мужчина встречает ту женщину, которая в наслаждении, вот, ему хочется побыть рядом с ней, он в это время расслабляется, где-то, вот, ну, отдыхает, скажем так, и душой, и телом, да, даже просто находясь в ее пространстве, вот, он напитывается этой энергией женской, нежной, легкой, да, и вот, опять же, идет уравновешивание, и наоборот, когда женщина встречает такого огонь, драйв, да, вот, 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 был у меня такой парниша, приходит, говорит, ну, вот, какие отношения у меня сложные, вот, ну, как-то были у нас отношения, а потом что-то она там с другим захотела, говорит, вот, ну, не люблю я тебя, ну, что я могу сделать, там, вот, а я вот, 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 зависимость у меня, ну, никак не могу от нее отойти, и все, вот, я говорю, ну, давай сделаем ритуал очищения сейчас, вот, обрежем эту связь, почистим все, значит, вот, уровни, почистим все поля, вычистим эти все отпечатки из тебя, и будет все нормально, все будет хорошо, ну, хорошо, сделали мы ритуал очищения, значит, все, он такой сидит прямо, как выпустили на волю, вот, это ощущение воли, легкости, свободы, ничего никуда не тянет, ничего никуда не заставляет, там, что-то действовать, и так дальше, и он такой довольный, ой, я все, я полетел, все круто, все, ну, вроде все классно, все, однако приходит через несколько дней, значит, и говорит, блин, опять накрыло, то есть, вот, это, оно засело просто еще глубже в душу, и, соответственно, вот, мы, вроде, его ритуалом вычищаем, а оно потом опять прорастает, опять, опять, вот, и опять, вот, и он говорит, ну, что делать, ну, что, не смотрю, ну, тут чисто, тут чисто, тут чисто, что это будет делать, короче, ну, и даю ему практику, значит, там, взаимодействия со стихиями, значит, активизации мужского огня, значит, вот, поднятие ярой силы, мужской, значит, вельсовой, ну, и отправляю домой, говорю, ну, все, иди практикуй, значит, вот, значит, результатом вот этих практик является, ну, такое вот увеличение харизматичности, вот, на самом деле по природе естества происходит, что мужчина восстанавливает свое, свое естество, свою сущность, вот, у него, вот, как раз включаются вот эти все лампочки, он начинает гореть, светиться сам по себе от своей природы, он начинает драйвовать, кайфовать по жизни, вот, просто от того, что он есть, просто от того, что он дышит, и, соответственно, вот, я ему дал эти практики, там, проходит еще несколько дней, он приходит, и я уже слышу, там, там, металлический, такой, металлический тон в голосе, значит, вот, голос прям, как стал такой, спрашиваю, ну, как дела, все классно, все прекрасно, супер, все, жизнь просто вот, ключом бьет, все, вот, вот, это пример, вот, соответственно, такого вот избавления от зависимости, да, то есть, если у вас есть какая-то зависимость, вам нужно осознать, что этой зависимостью вы прикрываете, чего вам не хватает, да, и включать именно вот, вот, тот неработающий аспект, скажем так, вот, отвязываться, короче говоря, ну, и то же самое и в отношениях, и во всем прочем. Ну, еще какие суррогаты любви, вот, самые такие частые, это спасательство, да, спасательство, я спасу, я спасу, я спасу, ну, чуть-чуть дальше мы еще, я такую тему затрону, как шаблоны любви, вот, в своей новой книге по Любомудрию, я, значит, вот на эту тему, там, одну или даже две главы, там, выделил, и вот это так детально-детально-детально разгребаю это все, да, вот, а сейчас вот мы в двух словах это все-таки очертим, на самом деле тут все довольно просто, вот, но в отношениях, опять же, нужно понимать, что, ну, не надо никого спасать. Наша беда в том, что мы всегда хотим кого-то переделать в что-то, это, опять же, растет изнутри нас, это значит, что мы с собой недовольны, если мы с собой довольны, если я с собой доволен, то я никого не хочу переделать, я могу помочь ему, если он этого хочет, и он просит этого, я могу ему помочь, однако, чтобы вот-вот так просто тратить свою жизнь на то, чтобы вот его осчастливить, так, нагнуть к его счастью и догнать, и еще раз нагнуть к его счастью, да, неприятно, реально неприятно, это можно поломать любого и заставить его реально перевернуть свою жизнь, и быть по-другому, и там, каким угодно, да, однако, ну, зачем? Это вот реально, вот более приятно делать человеку приятно, то есть делать то, к чему он готов, к чему он хочет, вот прямо здесь, сейчас. И вот это очень важно осознать в отношениях, что нужно человека воспринимать таким, как он есть, не идеализировать, не строить какие-то там себе там воздушные замки, что вот он сегодня, он там, я не знаю, бомж, ну, ничего, ничего, я его там поддержу, там, вытяну, и вот завтра он будет там президентом, там, я не знаю, не надо. Вот если вам интересно с этим человеком, вот прямо таким, как он есть, вот тогда это дело. Если у вас коробит от чего-то в этом человеке, да, ну, значит, это не то. Все, вот, если вы хотите кого-то спасать, значит, внутри себя вы недовольны, понимаете? Вот я знаю, что я могу опоздать, да, я бываю непунктуальным, да, бывает, всякое бывает, да, вот. И я это воспринимаю так, ну, нормально, естественно, спокойно, ну, да, ну, есть у меня такой вот клюк, да. Бываю очень пунктуальным, а бывает, что вот бывает, да. Причем, опять же, в этой непунктуальности бывают очень такие глубокие духовные причины. И потом я человеку начинаю объяснять, и мы находим реально, находим, что этому человеку нужно реально, ну, что-то изменить в своей ценности, в своих мыслях. Было у меня такое, что я вот записал на один и тот же час, записал четверо людей. Вот, вот, ну, это глюкануло, реально глюкануло. Вот, как это может быть, вы спросите, да. Да, я в этот период тренировал свою память и, соответственно, просто прописывал вот каждый час рабочей недели у себя в голове. То есть я в голове просто видел вот дневник и писал так, вот здесь свободно, здесь свободно, здесь пишем, здесь не пишем, здесь это что-то и так дальше, и так дальше. И вот что-то там глюкнуло, и я на одно и то же время записал четверых человек. Вот, а, нет, ну, там одна такая пожилая женщина, она ехала издалека, соответственно, я не мог знать, когда она приедет. То есть, ну, не четверых, ну, пусть троих, но все равно много, да. Вот, когда двух я где-то так путал что-то, то мне было неудобно. Я вообще, вот, там на заре своей, скажем так, карьеры, да, было у меня такое, что там сидела у кабинета там очередь, и не пускали даже жену там с обедом, говорили, не, очередь куда, значит. Вот, потом мне это надоело, и я сказал, не, неприятно, вот, пусть каждый приходит на свое время, чтобы не было столпотворения, не было вот каких-то таких эмоциональных напрягов, все спокойно, вот, вот, все нормально. И, соответственно, оттуда раз, вот, и такой глюк. Трое человек, плюс вот эта пожилая женщина, это четверо, вот, то есть я отпускаю, открываю двери, отпускаю предыдущего человека и понимаю, что катастрофа. Сидит четверо людей у меня под кабинетом, причем они не сидят, они поднимаются, каждый понимает, что он хочет сейчас войти. Я понимаю, что, блин, что-то, короче, надо говорить что-то. И я говорю, смотрю-смотрю, а вижу эту пожилую женщину, и ко всем остальными говорю. Люди, я, вот, честно, не понимаю, что произошло, это что-то вообще из ряда вон выходящее. Вы меня, ну, извините, это просто корол, ну, давайте я начну вот сперва с этой пожилой женщины, потому что она издалека ехала, и, соответственно, обратно тоже добираться далеко. Вот, а потом, ну, сейчас как-то мы разберемся. Вот, ну, и запускаю эту пожилую женщину, и двое, значит, соглашаются, спокойно садятся, а третья женщина, значит, поднимается и говорит, ладно, я как-то в другой раз, у меня там встреча просто назначена с нотариусом, с владельцем там что-то от квартиры, я должна внести, значит, ну, первый платеж, значит, там все такое, вот, серьезное дело там и так дальше. Вот, и тут я смотрю на нее и говорю, ну, если вам важнее вопрос вашего здоровья, вопрос вашего счастья, важнее сейчас встретиться и отдать деньги, просто отдать деньги, да, первый взнос, то, соответственно, можете идти, конечно, вопрос на, ну, что-то вот в этом роде так как-то выразился там, вот. Причем я говорю, я сам думаю, ну, вот реально, ты сам себя слышишь, ну, что происходит, ну, она же вообще, святой человек, что она тут не прыгает, не скандалит, вот, договорились, она пришла, а тут такое, да, вот, однако я вот говорю, вот, и тут происходит следующее, она слышит это, зависает, смотрю, вот так глазками хлопает, хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, зависла, не хлопает, несколько секунд, поднимает палец и говорит, точно, вы правы, так оно и есть, не, надо это все переделать, короче, говорит, я сейчас позвоню, все отменю, буду ждать столько, сколько нужно, все, вот, благодарю, вот. То есть она получила терапию еще не войдя в кабинет, через, вот, собственно говоря, вот, вот такой глюк, да, как, как вот эта неорганизованность, скажем так, да, вот, и такие непунктуальности, вот, очень часто, вот, выводили такие вещи, вытаскивали из человека, да, ну, иногда это просто мои какие-то, ну, ошибки, скажем так, да, вот, как, ну, как обычного человека, скажем так, ну, и к чему я это все веду, а к тому, что, собственно говоря, когда ко мне кто-то опаздывает, я спокойно это воспринимаю, ну, жизнь и жизнь, ну, опоздал человек, да, я что же опаздываю, да, вот, так что, ну, бывает, вот, всякое бывает, бывает, все нормально, все, вот, так что, если вы себя принимаете со всеми потрохами, как вы есть, уважаете, вот, про уважение тоже сейчас поговорим, уважаете себя во всех своих проявлениях, тогда вы точно так же и к миру будете относиться с любовью, уважением, принятием, и тогда все будет круто. Вот, и так, соответственно, вот это о спасательстве, что нужно, что нужно знать, да, ну, сексуальная привязка, это тоже часто попадает на такой вот этот, вот, зависимость тоже, зависимость такая фактически, да, вот, и бегает человек, бегает, и бегает, и бегает, опять же, это от того, что внутри там не горит, то есть человек попадает под зависимость энергии другого человека, вот, я наполнюсь, и там будет, да, либо, опять же, это идет какая-то замена, то есть очень часто мы говорим, как можно сублимировать, то есть, ну, вкладывать, трансформировать нашу сексуальную энергию в какую-то, в что-то другое, в творчество там, ну, духовный рост там и так далее, и так далее, и так далее, что-то другое, да, однако, очень часто совсем наоборот, то есть, человек погружается в сексуальные утехи, и вот сексом просто задавливает внутри себя, опять же, какую-то неудовлетворенность в каком-то другом аспекте, в какой-то другой вот стороне жизни, вот, здесь нужно понимать, что, что мне это дает, да, вот, это, это, да, это может быть разумно, сильно, мощно, как в любомудрии, тогда это наполняет нас, это дает мощный ресурс, тогда интимная близость, однако это в любви, это не сексуальные утехи, это духовно-интимная близость, духовно-интимная близость, любовь, кохание на украинском языке, это вот кохание, интимная близость, это получается уже как медитация, как духовная практика, как молитва, мы наполняемся, 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 наполняемся энергией, чем больше мы наполняемся этой энергией, тем больше зажигаются вот-вот все, все-все-все эти, вот, на нашей гирлянде все эти лампочки, да, вот, а когда это как зависимость, сексуальная привязка, то это наоборот, человек обо всем забывает, у него вместо роста идет деградация, распад, вместо того, чтобы чем-то интересоваться, да, вот важный тоже момент такой, важный триггер в отношениях, отношения должны давать рост, вот это своим детям рассказывать, да, вот, вот, пока они, если бы это мне рассказывали, когда я был маленьким, да, вот, елки-палки, а это ж нужно было все вот раскрыть, все понять, осознать, ну, и теперь вот говорю своим детям, вот, радуйтесь, что у вас такой отец, что вы можете это вот уже по-другому осознавая, осмысленно это делать, да, понимаете, что отношения должны давать рост, развитие, то есть вы чем-то интересуетесь, вы куда-то идете, что-то смотрите, там, я не знаю, какие-то выставки, книги, театры, кино, там, и так далее, и так далее, какие-то семинары, тренинги, развитие идет, рост, вот, а если, вот, желание только одно, покувыркаться, и, ну, не знаю, там, могут, там, так, и не вылазить из постели, да, вот, даже телевизора не надо, подумаешь, там, вот, покувыркались, ладненько, ну, там, в телефончике, там, что-то полистали, полистали, опять покувыркались, да, вот, вот это уже, это прямая противоположность к любомудрию, тогда идет, наоборот, растрата энергии, она идет вниз в землю, вот, вот это такая, если очень кратко, в своей книге «Введение в любомудрие теории и практика любования», я это описываю детально, вот, разницу между сексом и любовью, в энергетическом плане, в духовном плане, вот, вот, что это, совсем другие, совсем разные вещи, и разные, вот, и по энергии, и по вибрации, и по направлению, тут идет растрата, а тут идет наоборот, набор энергии, рост, вот, это нужно понимать, это нужно понимать, это нужно изучать, вот, для этого и есть любомудрие, для этого есть я, мои книги, для того, чтобы вам было понятнее, легче, комфортнее и приятнее жить, чтобы ваша интимная жизнь была не как маковое зернышко наслаждения, а как маковое поле наслаждения, и, соответственно, ну, вот, так мы, я так думаю, что вы осознали, что нужно делать, чтобы, соответственно, вот эти суррогаты любви выключать, чтобы их не было, исключать из вашей жизни, то есть включать естественные состояния, смотреть, что вас может включить. Ну, еще несколько слов скажу вот про спасательство, вот, то, что я говорил про шаблоны любви, то, что вот в своей книге, вот, новой, я описываю там это детально, да, вот вам сейчас, чтобы вы уже понимали, что такое шаблоны, шаблоны, вот, смотрите, отец и сын, это отношения, отношения, отец и дочь, это отношения, отношения. Там есть эротизм? Конечно, есть. Это, вот, вспомните, как вот эти все слова, словечечки, фразочки, какие? Вот, то есть это тоже вот проявление эротизма, тоже вот хочется у ребеночка эту вот поцеловать его и вот насытиться его вот этой детской нежной энергией, приятной, да. Однако мы же понимаем, что, ну, скажем так, интимная близость там, ну, мягко говоря, не к месту, да. То есть, да, какие-то там обнимошечки там потискать там, где-то там поцеловать, ну, это же понятно, что, хотя есть люди, конечно, которым это непонятно, но это уже мы расцениваем как патологию, психическую патологию, да, как болезнь, вот. Точно так же, ну, например, отношения между врачом и пациентом или между продавцом и покупателем, да. Там есть эротизм? Конечно, тоже есть, если грамотный продавец, если хороший продавец, да, он вас тоже обходит со всех сторон и так, и так, и так, и посмотрит, и посоветует, и подскажет что-то там, спросит, расспросит, что вы хотите, как вы это видите и так далее, и так далее, и так далее, да, и вы чувствуете, как вам приятно, как вас это наполняет прям, да, вот забота, да, вот это обхождение, вот, однако, понятное дело, что тоже там про интимные отношения мы же там не говорим, ну, как бы, хотя, конечно, в жизни всякое бывает, однако это ж не те отношения. Вот, точно так же врач-пациент, да, и так далее, и так далее, там, ну, понимаете, когда есть двое людей, и у этих людей есть что-то общее, ну, вот врач-пациент, есть что-то общее, есть, конечно, есть, врач избавляет от страданий пациента, да, то есть он делает что-то приятное, там, продавец-покупатель делает приятное, делает приятно, да, вот если есть вот это общее, да, что-то, мы чувствуем это как приятность, да, как наслаждение, то есть мы дарим что-то, радость какую-то человеку, получаем от него вот эту ответную волну благодарности, этот нектар блаженства нам смазывает душу, да, вот, и вот чем больше мы резонируем с этим человеком, понимаете, чем выше важность вот того, что мы можем передать, тем вот это состояние наслаждения, оно становится больше, сильнее, и люди это могут воспринимать как влюбленность, это состояние похоже, и люди могут воспринимать это как любовь, однако вы же понимаете, что шаблон отношений врач-пациент, это совсем другой шаблон отношений, нежели муж и жена, понимаете, конечно, ну, есть такие случаи, когда врач и пациент все-таки сотворяют семью, да, однако, ну, какой шанс, что это будет счастливая семья? Это будет счастливая семья, если совпадут все остальные уровни, если на всех уровнях все-таки произойдет вот это соответствие друг к другу, то есть на уровне мировоззрения, мировосприятия, идей, мыслей, веры, на уровне социальных ролей, проявлений в социуме, на уровне чувствования, эмоциональности, на уровне желаний, ну, и так дальше, и так дальше, да, если вот все это резонирует, то тогда, соответственно, да, может быть счастливая семья, да, бывают такие случаи, но это, собственно говоря, обычно это исключение, ну, как-то так, вот, потому что Золушка и Принц, это, ну, реально сказка, такая, ну, небылица, вот, кстати, у этой сказки есть же, там, на самом деле, там, окончание, о котором, ну, большинство же не знает, вот, окончание, там, такое, что Золушка потом ушла от Принца, и, соответственно, потом вышла замуж за себе, ровню, вот, кто-то был там, трактирщик или там, что-то такое, вот, ну, вот так, потому что вот оно либо есть, это соответствие, да, либо его нету, а вот это вот выйти замуж за миллионера, да, лишь бы как бы, да, ну, чтобы меня содержали, это, ну, это духовный паразитизм, это как бы так делать, чтобы ничего не делать, и все было у меня, да, это опять же, вот, нормальные люди с нормальной психикой, там, дай вам сколько угодно денег, есть вещь, которую вы все равно будете делать, это то, вот, что душа желает, какую пользу приносить, соответственно, вот, людям в этом мире, и это все равно есть, вот, ну, ладно, так, что-то мы уже переборщили, давайте сделаем практику, давайте сделаем практику, а давайте такую практику и сделаем, назовем такую практику «я есть я», или «я» это «я», или «аз» есть «аз», вот, как вам нравится, а? «А» есть «аз», «аз», и так, давайте вот три глубоких вдоха-выдоха, на вдохе чувствуете, как втягиваете в себя силу земли, на выдохе, как выпускаете из себя все лишнее, выпускаете себе все, выпускаете, все выпускаете, чем больше выпустите, тем больше нового в себя впустите, вот, три вдоха-выдоха, хорошо, и теперь еще семь вдохов-выдохов, и на каждом вдохе у вас включается поочередно следующая чакра, то есть снизу-вверх, сперва копчик, вдох-выдох, включилась, копчик включился, жарит красным цветом, лампочка зажглась, а, есть, вдох-выдох, так, еще вдох-выдох, зажигается лампочка внизу живота, о, приятно, как хорошо, оранжевый такой нежный, приятный цвет, супер-супер-супер, хороший, 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 ох, какие хорошие ощущения, прекрасно, однако нам нужно продолжать, делаем еще вдох-выдох и зажигается уровень живота, верх живота, манипура, желтым цветом, желтое солнце, желтое солнце, раз, два, вдох-выдох, зажигается, зажигается, есть, хорошо, поднимаемся выше, хорошо, так, 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 еще раз, копчик красным, светится, светится, хорошо, светится, давайте еще вдох-выдох, еще усильте копчик, так, теперь, низ живота матка, вдох-выдох, усиливаем горение оранжевого солнышка, внизу живота, хорошо, 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 дальше, желтое солнце, вверх живота, вдох-выдох, желтое солнце, зажигаем, так, есть, прикольно, классно, так, теперь вдох-выдох и зажигаем сердце, зажигается сердце, открывается сердце, зеленый цвет, все, поехали, и чувствуем, как умиление, умиление и радость, зажигается внутри сердца, и сердце раскрывается и излучает вокруг себя умиление и радость, ох, класс, все, зеленое, 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 да, как лес зеленый, елочка зеленая, скоро будет елочка зеленая, как трава летом зеленая, зеленая, хорошо, давайте вдох-выдох, зажигается устье, горло, 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 устье, можете постучать, можете постучать, голубая лампочка такая, голубая, 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 как голубые небеса, разливаются из вашего горла во все стороны, хороший вектор, так, ну и теперь здесь, там в центре головы, внутри, в центре, там такой огонечек зажигается, вдох, выдох, такой синий, синий луч во все стороны, бах, и зажегся, и давайте еще седьмой, седьмой уровень здесь, уровень веры, фиолетовый цвет, таким фонтаном, пух, и накрывает вас, вокруг вас, все пространство фиолетовым дождем, вдох и вылет, зажигается, о, вот и вера включается, хорошо, 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 наслаждайтесь, прислушивайтесь к себе, состояние, как вот это все включено, как вы светитесь, насколько светитесь, подкручивайте, усиливайте, так, теперь, где ваша мысль сейчас находится, где ваше сознание, вот, почувствуйте мысль, сознание и опускайте эту свою мысль, сознание, опускайте вниз с живота, вниз с живота, в матку, ну, у мужчин, как бы, вроде бы, нету матки, но энергетически это все равно, все работает, так, что можете это тоже включать, там, внизу живота, опускаете вниз с живота, свои глаза, глаза своего разума, глаза своего сознания, свою мысль, вот, и смотрите оттуда, снизу живота, на окружающий мир, ух, какое все оранжевое, оранжевое небо, оранжевое море, все становится оранжевым, класс, вот, да, а теперь оттуда, вот, снизу живота, с уровня матки, вот этими оранжевыми глазами, вы так раз и смотрите снизу живота, вот, вверх, сюда, в сердце свое, вот, и, о, пошло, 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 вы ощущаете, как вот, как вот это, ваше оранжевое сознание, оранжевый разум, да, оранжевые глазки ваши, вот, это все вот поднимается вверх, 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 поднимается вверх к сердцу, пошло, 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 о, аж выпрямляется, позвоночник выпрямляется, спина, спина, спина сама расправляется, все, 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 прям, прям, уже невозможно даже опереться, все как струна вытягивается вверх и теперь можете сердце это посмотрели посмотрели и вот к этим оранжевым глазкам присоединяются теперь зеленые глазки глаза любви вас теперь такие оранжевые как бы очки и и зеленые вместе вместе через оранжево зеленые очки вы смотрите зеленое все вокруг и оранжевое зеленое и оранжевое из сердца смотрите вокруг смотрите 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 на свою жизнь смотрите на свою жизнь вот и чем дольше будете смотреть тем больше почувствуете как ваша жизнь начинает преображаться, как одни и те же вещи, события начинают трансформироваться в этом свете, свете любви и наслаждения, эротизма и чувственности, умиления и радости. Событие вроде бы остается то же самое, а наполнение у него уже совсем другое. Наполнение совсем другое, смысл совсем другой. Каждое событие в вашей жизни начинает наполняться умилением и радостью, весельем и наслаждением, эротизмом. Что бы вы ни делали, будь то чашечка кофе вы берете, и эта чашечка тоже с таким эротизмом пьет с вами. Или даже, я не знаю, там что-то рутинное, банальное, пол помыть и с таким наслаждением. Это вот любое действие наслаждения получается. Прекрасно, а теперь делаем еще вдох-выдох, и эти глаза поднимаем опять же вверх. И пусть они смотрят вверх, и это опять же начинает расти вверх, подниматься вверх в вашу голову. Вы чувствуете, как еще больше поток энергетический вас поднимает, еще больше распрямляется спина, раскрываются плечи. Ох, все тело наполняется волнами, промывается. И вот уже внутри вашей головы две пары ваших духовных глаз. Оранжевые глаза, глаза наслаждения. Зеленые глаза, глаза любви, умиления, чувственности, эмоциональности, радости. И добавляется третья пара. Третья пара, да. Это вот синие. И вот все вокруг одновременно оранжевое. Оранжевое, все в удовольствии. И зеленое, все в радости и умилении, умилении и радости. И синее. Что такое синее? Это духовное видение, божественная любовь. Любовь, духовная любовь, которая соединяет вас с любым событием, предметом, человеком, пространством. И соединяет, и вы начинаете его чувствовать, ощущать. Вы начинаете ощущать божественность. Божественность в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждой клеточке тела, в каждом событии есть свой божественный замысел. В каждом событии вашей жизни есть божественный смысл. Духовный смысл. И вот чем больше вы будете смотреть вот этими глазами, тем больше внутри вас начинает проявляться ощущение божественности в каждом событии вашей жизни, в каждой клеточке вашего тела, в каждом слове, в каждой мысли есть свой духовный смысл. И ваша жизнь начинает еще больше преображаться, еще больше начинает раскрываться смысл, суть вещей. И вот в этом видении будьте, ну сколько вы сможете быть сейчас, 5 минут, 10 минут. Давайте поставим, ну закажите сколько вот вашей душе угодно, пусть это продолжается до утра. И ну или вот сколько вы сможете это вот, ну может сможете больше, или если это будет очень непривычно, ну тогда хотя бы несколько часов. Или до утра, пусть будет это до утра, а утром вы вспомните и еще это активируете еще больше, еще сильнее. Ну кто готов, пусть будет на неделю, на неделю, или даже на 40 дней до вот до Рождества Каляды. Вот, и тогда вот на Рождество Каляды произойдет рождение нового, 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 нового. Не просто нового солнечного круга, но чего-то большого, большого, большого нового в вашей жизни. И вот это состояние вы в себе фиксируете, мониторите, как бы это сказать, глядите на него, пробуйте его на вкус, осмысливаете, осознаете, обдумываете. И чем больше вы его будете обдумывать, тем больше вы будете чувствовать вот это приятное, приятное, ну очень приятное чувство. Вот это чувство можно назвать «я» это «я», это ощущение «я», «я» это «я». Это ощущение, ну если вы скажете «аз» есть «аз», то это еще будет более мощно, более энергетически, еще запустят дополнительно. И в этом состоянии вы просто смотрите на любое проявление себя, на свои мысли, идеи, движения, события, действия, слова, чувства, эмоции, желания и так далее. И так далее, и так далее, на все. На свое жилье, на свою одежду, на свою работу, на все. И вот вы чувствуете уважение к каждому своему проявлению. Вот сейчас вы можете вот так быстро пробежаться по жизни, а потом можете это повторить, еще повторить, еще повторить и посмотреть. И вот когда вы увидите, что да, я уважаю любое свое проявление, я вот принимаю, нормально чувствую, да, люблю, вот есть любовь. Да, я люблю себя, я люблю себя, класс, вот, я люблю себя, и для этого не нужно мне никаких подтверждений, мне не нужно никаких там, вот просто оно есть и все. Все, я – это я, все. Вот это магическое состояние «я» – это я. Мужчины его чувствуют как кайф жизни, как драйв жизни, ну, такой огонь жизни, да. А женщины чувствуют вот это как наслаждение жизни, удовольствие жизни. Вот. И так, и так классно, ну, каждому свое, скажем так. Потом мы соединяемся и объединяем, и это и получается еще больше. Вот. И получается новое. Вот так вот. Прошу прощения, у нас там просто следующая. А, ну, да. Да, 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 да. Ну, я тебе благодарна. Ну, я думаю, что все, кто смотрел твои выступления, уже поняли, что если вы хотите научиться делать простые вещи с наслаждением, эротизмом и кайфом по жизни, то вот Славолюб перед вами, и он вас точно научит. Вот. Помыть пол, не знаю, да, ну, что там. Выпить кофе, получить от этого просто эротическое наслаждение и многое, что еще, любое действие в вашей жизни, чтобы просто получать удовольствие от этого. Вот Славолюба. Славолюба, благодарим тебя, благодарим за то, что нашел возможность, поделился с нами знаниями и силой. Благодарим тебя, очень тебе благодарна. Спасибо. Благодарю вас, очень приятная компания. Очень теплое отстанавливаю. Спасибо. Продолжение следует...